Начну с таких мыслей, то что всегда перемены, они пугали людей, они пугают людей. Когда мы что-то изменяем кардинально в своей жизни, когда мы что-то меняем кардинально в своей жизни, они зачастую пугают людей. Пугают по одной причине, потому что те кардинальные изменения, которые происходят в нашей жизни, они несут в себе порой неизвестность, нестабильность. Хочу, чтобы эти мысли с начала той проповеди или тех рассуждений, которые я буду говорить, они бы запечатлелись в нашем сердце, в нашем разуме. Они были бы толчком того, что я буду говорить. Если бы вы уехали в другой город, поменяли бы все свое окружение, поменяли бы род, занятости, деятельность свою, она порой пугает людей. Полностью кардинальные изменения в нашей жизни, которые мы делаем порой, они пугают нас. И тема моей проповеди будет называться так. Следовать за Христом, изменить, поменять мой образ жизни. Последовать за Христом – это изменение моей жизни, это изменение образа моей жизни. Все то, чем я жил, все то, чем я питался, все то, чем я наслаждался в этом мире. Когда Христос позвал меня к себе, когда я принял решение последовать за Ним. Это кардинальное решение изменить всю мою жизнь. Следование за Христом – это не просто знать Его Слово. Следование за Христом – это не просто знать Его доктрины. Последовать за Ним – это оставить всю свою старую жизнь, иначе заново. Это изменить полностью все те старые дела, которые я делал в этом мире. Двигаясь своей похотью, двигаясь своими желаниями, своей гордостью. И стать жить для правды, стать жить для Христа. Первое место Писания, которое я открою, это будет Матфея 4 глава. Матфея 4 глава, 17 по 20 стих, я прочитаю. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им «Идите за Мною, я сделаю вас ловцами человеков». И они, тача, составив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Якова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих свои сети, и призвал их. И они, тача, составив лодку, и отца своего последовали за ним. И дальше написано то, что Иисус ходил и проповедовал в синагогах Евангелия. Интересный момент описывается в этих главах, то, что когда Христос позвал за собой учеников, Андрея, Якова и других учеников, один из моментов, который я хотел подчеркнуть, у них был свой образ жизни, в котором они долгое время пребывали. Это была занятость ихняя, они ловили рыбу, занимались рыболовней, они были с отцом, у них был свой круг друзей, окружений, привычек. И вот интересный один из моментов, который я хотел бы поставить центром своих рассуждений, это тогда, когда Христос позвал их последовать за ним. И Библия говорит то, что он обратился к ним и сказал, «Следуйте за мной», и говорит, «Идите за мной, и я сделаю вас словцами человеков». И вот заметьте, и они тот час, оставив все эти, последовали за ним. А дальше написано, Иоанн и Яков, они оставили отца и последовали за ним. Люди кардинально изменили свой образ жизни. Они кардинально поменяли все, чем они раньше жили, все, в чем они пребывали раньше. Это очень важно понимать. Это очень важно понимать тогда, когда мы приняли решение последовать за ним. И я скажу такую вещь, что очень часто в нашей жизни не происходит побед или, скажем, обетований Божьих, потому что мы не до конца последовали за ним. Мы не до конца приняли решение расстаться со всем тем старым, чем дорожили до Христа. Очень часто не приходят победы, потому что мы что-то оставляем в своей жизни. Я приводил пример, это равносильно, когда вы уезжаете в другой город, когда вы решили поменять все в своей жизни и начать заново. Вас никто не знает. Вы ищите новую работу, вы ищите новый круг окружения, вы ищите новые сферы, в которых будете влаживать себя. Все новое. И Библия говорит то, что когда Христос обращается к нам, когда Он обратился к ученикам, Он ожидал от них полной отдачи. И отдача заключалась в том, что они полностью, оставив все, в чем пребывали, они последовали за Ним. Я буду двигаться дальше, и я открою еще Марка. Это будет как подтверждение того, что апостолы по-настоящему оставили все. Хочу, чтобы вот эта мысль, она самая первая и самая центральная, то, что следуя за Христом, я сейчас не говорю, чтобы вы оставили работу, следовать за Христом – это оставить всю свою старую жизнь, весь свой старый образ жизни, в котором мы пребывали. Все то, в чем мы пребывали раньше, все то, что двигалось посредством наших амбиций, нашей похоти, мы должны оставить и полностью последовать за Ним. Марка 10, 28, я быстро открою. И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». По-настоящему они оставили все. Они оставили свой дом, они оставили свою работу, они все оставили ради Христа. Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во стократ более домов, братьев, сестер, отцов, матерей, детей, земель, веки грядущим, и веки грядущим жизнь вечную». Они полностью отдали свою жизнь Христу. Последование за Христом подразумевалось полная преданность Христу. Последование за Христом подразумевалось полная привязанность ко Христу. Изменение всей своей жизни. Теперь все новое. Теперь Он творит все новое в моей жизни. Теперь Он производит все новое в моей жизни. И первое, наверное, даже просто один из таких моментов, которые я отмечу, это полная замена. Следование за Христом должна произойти полная замена в моей жизни. Я открою римлянам, 8 глава, даже перед римлянами, открою римлянам 7 глава. Римлянам 6 глава, извиняюсь, 6 глава, с 3 по 6 стих. Вначале прочитаю. Вообще это очень большой такой отрывок, и очень сильно он описывает нашу старую жизнь и нашу новую жизнь, которая произошла во Христе. Я все не буду читать, буквально выборочно. 6 глава, с 3 по 6 стих. Неужели не значит, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соедены с ним подобием смерти его, то должны быть соедены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упорзено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. 12 стих. Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших грехов в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваших Богу в орудии праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Еще прочитаю 16-18 стих. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Вначале я повиновался одному образу учения, которое было в моей жизни, которое диктовало, как мне жить, которое говорило, как мне жить. Но теперь, когда я принял Христа, когда я решил следовать за Ним, есть образ учения Христа, который полностью меняет меня. Есть образ учения Христа, есть пример Христа, который полностью говорит или диктует, как мне жить. Говорит или диктует, как мне поступать. Говорит или диктует, как мне решать вопросы в этом мире. очень важный момент хотел бы отметить то что мы не должники греху мы не должны ничего греху мы не должны ничего страху мы не должны ничего тому что есть в этом мире под властью греха под властью бремени один из примеров который бы я хотел бы привести израильский народ выходит из египта видит божьи чудеса видит божье правление силы и однажды он начинает роптать и начинает обращаться к богу говорит то что мы возвратимся назад я даже открою одно место писания это будет 1 коринфянам 10 глава тут описано то что не искушайте христа не будьте идолополклонниками не будьте не станем будут действовать не станем искушать христа и вот 11 стих все это происходило с ними как образы это написано в наставлении нам достигшим последних веков посему кто думает что он стоит береги чтобы не упасть все это происходило с ним как образы описано в наставлении нам достигшим последних веков веков библия грит если ты последовал за ним ты не должен греху и я такую мысль скажу то что многие люди они страдают чувством страха они страдают чувством отчуждения отверженности и грех он приходит к людям и он говорит то что ты мне должен один из моментов хочу чтобы в это проанализировали грех приходит к людям игре ты мне должен потому что люди они наслаждаются грехом и и взамен того что грех приносит наслаждение людям грех приходит и говорит то что ты мне должен ты должник мой почему библия то что вы не должники греха вы освободились от греха вы ничего не должны греху вы ничего не должны рабству греха страху депрессиям всему тому что приносит этот мир приносит дьявол Мы освободились от этого. Мы последовали за другим учением. Мы встали в другое учение. Но в очередной раз, когда люди сталкиваются с ситуациями, или когда дьявол приносит эти мысли, то, что ты должен греху, люди склоняются. Люди приходят под бременем этим. И приходят проблемы. Приходят ситуации, в которых люди не могут устоять, потому что соглашаются. Но мы освободились от греха. Хочу вот эту мысль сказать, что мы не должники греху. Мы ничего не должны греху. Потому что Он освободил нас. Он понес все наше наказание. Когда люди наслаждаются грехом, когда люди удовлетворяют свою похоть грехом, грех требует свое. Грех требует наказания. Он приходит, Он говорит, что ты мне должен. Я буду тебя контролировать. Потому что ты пользуешься моими ресурсами, как греха. Ты пользуешься теми предоставлениями ресурсов, которые я предоставляю тебе. Почему Библия говорит римлянам 6 глава? Итак, мы погреблись с Ним в крещении смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых, славоваться, а так и нам жить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. Знаю, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упротивлено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Еще одно место Писания, которое я открою, это будет созвучно с этим римлянам 8 глава, 15-16 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым вызываем Аваочи. Сей самый дух содействует духу нашему, что мы дети Божьи». Заметьте, что говорит Писание. «Потому что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которое мы называем Аваочи». То есть мы не должники рабству греха, потому что мы приняли другой дух. Возвращаясь к той мысли, с которой я начинал то, что последовать за Христом, отдать Ему свою жизнь, это подразумевает изменение всей моей жизни. Всего того, что я делал раньше, оно меняется. Я отказываюсь от этого. Я пересматриваю все свои дела, я пересматриваю все свои поступки, я пересматриваю весь свой характер. Это изменение образа моей жизни полностью. Я начинаю жить заново. Христос обратился к ученикам, и они, оставив все, последовали за Ним. И потом Петр задает вопросы. «Господь, а что будет нам?» Это самый главный вопрос, который мы задаем. Хочу, чтобы вы поняли, было ли в вашей жизни ситуации, в которых вы принимали решения, эти решения, они не несли в себе гарантии, что вы выиграете, что вы приобретете. Эти решения, которые порой даже пугали нас, и они могли говорить о том, что мы потерпим крах, что мы... А что, какая выгода будет из этих решений? Вот вспомните самые такие острые решения в своей жизни, самые острые. И представьте ситуацию, когда Христос говорит то, что теперь вот все, чем ты жил, оставь и последуй за Мной. Мы слышим очень такие яркие свидетельства, когда люди оставляют города и едут ради Христа на миссионерские поездки. Люди ради Христа оставляют свои уютные дома и едут евангелизировать в какие-то страны, где недоступна Евангелие. И мы восхищаемся этими людьми. Мы говорим, какой молодец. Ну представьте, что стоит этому человеку оставить все, изменить полностью свой образ жизни и ради Христа пойти туда, где ты не застрахован, где нету основания. Здесь у нас есть основания. У нас есть работа стабильная, у нас есть окружение стабильное, у нас есть друзья стабильные, у нас есть родители, у нас есть братья, сестры. Прочувствуйте этот момент. Мы стабильны, и мы стабильны, потому что у нас есть на что опереться вот здесь, в данный момент, вот где мы находимся. Вот когда Христос зовет за собой, я хочу, чтобы вы этот момент прочувствовали, когда Он зовет за собой, тогда нету стабильности в наших силах, тогда все упование на Него. Почему Библия говорит то, что Петр обратился к Нему и сказал, «Мы все оставили ради Тебя». Ради Тебя все оставили. Что будет нам? Мы всем пожертвовали ради Тебя. Еще один момент, который я хотел бы открыть, это будет Иеремия, 2 глава, 13 стих. Порой мы думаем то, что следование за Христом – это правильно угодить Ему, правильно пристать перед Ним. Хочу, чтобы вы тоже в этом ключе поняли меня. Следование за Христом – это правильно сказать что-то, правильно поступить. Но в первую очередь следование за Христом – это полная отверженность от того, чем я жил раньше, к тому, что Он мне предлагает, к тому, что Он мне предлагает. Хочу это подчеркнуть, то, что кто оставил все ради меня и Евангелия, не просто оставить все ради ничего, ради Христа и Евангелия, когда я отказываюсь от того, чем я жил ради Него, ради Евангелия. Иеремия, 2 глава, 13 стих, там написаны такие слова, то, что «два зла сделал народ мой, он оставил меня, как источник воды живой, и высек себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». И в этом ключе я бы хотел немножко порассуждать. Мы выстраиваем свою жизнь, мы строим ее, и вот водоем – это наша жизнь, буквально наша жизнь, куда мы можем впускать Бога, как источник воды живой, и можем не впускать Бога, как источник воды живой. Библия говорит, мы храм Бога живущего, то есть это сооружение, это водоем, куда мы можем впускать Бога, куда мы можем не впускать Бога. Интересный момент, Бог говорит то, что «два зла сделал народ мой, водоем, который ты соорудил, он треснул». Парадоксально. Мой храм, он треснул. Мое сооружение, которое я выстраивал, он треснул. И знаете, почему он треснул? Потому что источник воды живой влился. Источник воды живой влился, и мое сооружение, оно не смогло выдержать. И оно было выстроено из моей жизни, из моих дел. Я вкладывал свою жизнь не в Бога. Я вкладывал свою жизнь в то, что окружает меня. То, чем я занимался постоянно, то, что удовлетворяло мою плоть, то, что удовлетворяло мою жизнь. И в один прекрасный момент, когда Бог приходит, мы не выдерживаем. Когда Бог приходит, мы не можем выдержать, наше сооружение не может выдержать. Мы сейчас будем молиться последнюю мысль, которую я хотел бы оставить, чтобы мы задумались, насколько сильно я последовал за Ним. Насколько сильно вот эта вот мысль, она отражается в моем сердце. Насколько сильно она имеет правильное понимание в моей жизни. Правильное отражение в моей жизни. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем.